Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами читали один из моих любимых отрывков Евангелия, когда апостол Петр ходил по воде. Как мы слышали, Господь проповедовал на берегу и попросил, чтобы ученики отошли на какое-то расстояние от берега и сам продолжил проповедовать. И уже затем, когда стемнело, то ученики увидели, что кто-то подходит к их лодке по воде. Они испугались, подумали, что это призрак, но потом поняли, что к ним идет их учитель Иисус Христос. И Петр, как имеющий самую горячую веру, в сердцах сказал, Господи, скажи, я пойду к тебе. И Господь ему отвечал, иди. И Петр смог идти по воде к Спасителю. Но в какой-то момент он испугался и начал тонуть. И Господь ему сказал, почему ты испугался? И когда они уже вместе добрались до лодки и сели туда, буря прекратилась. И ученики Иисуса Христа стали говорить о том, что Иисус Христос является действительно Сыном Божиим. Потому что увидели такое чудо, и это укрепило их веру. И мне сегодня хотелось бы поговорить о том, как апостол Петр усомнился. Потому что это момент очень поучительный для каждого из нас. Как Господь действует в нашей жизни, по нашей вере. Если мы верим, что для Бога нет ничего невозможного, а это так и есть, то Он действительно может помочь нам творить самые настоящие чудеса. Когда мы молимся, просим помощи какой-то. Прежде всего я говорю о духовном. Когда мы справляемся со своими грехами. Казалось бы, у человека нет надежды, чтобы исправиться. Но Господь дает силы. И мы справляемся со своими страстями, со своими грехами. Но если мы начинаем в какой-то момент сомневаться, то Господь нас оставляет. И мы сразу начинаем тонуть. И вот пример апостола Петра, он поучительный для каждого из нас. Потому что пока мы верим, Господь нас слышит и помогает нам. Но как только мы начинаем сомневаться, мы начинаем тонуть. И поэтому никогда нельзя сомневаться в том, что Господь может нам помочь. И помнить почаще о том, что Господь всемогущий, если Он смог сотворить мир и творить множество чудес, которые описываются в Евангелии, неужели Он не может сделать какое-то небольшое дело, о котором мы просим. Если тем более мы просим о духовном, чтобы Господь дал силы справиться с какими-то грехами, укрепил нас, дал смелость, чтобы совершать какие-то добрые дела. И если апостол Петр видел Господа своими глазами и мог с ним разговаривать, то можно спросить, а как нам сегодня встретиться со Христом так же близко, как апостол Петр? И вы, как верующие люди, знаете ответ. Мы всегда встречаемся со Христом, когда причащаемся телу и крови Его во время литургии. Это самая близкая встреча с Богом, какая только может быть. Мы в себя принимаем Господа. И если мы посмотрим на жизнь святых людей, то мы увидим, как они через это постепенно менялись. Когда все мы были когда-то людьми, даже, может быть, неверующими, или жили обычной какой-то жизнью, но приходя к Богу, постепенно мы менялись. И вот пример жизни многих святых показывает, какое чудо может произойти в жизни человека, если он поверит в Господа всей душой и будет это применять в жизни. Я хочу пожелать, братья и сестры, чтобы мы почаще вспоминали этот поучительный отрывок из Евангелия и помнили, что для Бога нет ничего невозможного. А нам нужно лишь молиться, чтобы Господь укрепил веру каждого из нас. Спасибо Господи! Поздравляю вас с воскресным днем!